мы решили не рисковать пешеходами на дорогах тут совсем у нас никого нету решили покататься здесь кафе мафе сидит еще гулять играет в доминошки как сюда и тут вообще пусто на дороге хотя мотик он едет навстречу а там дальше если ехать за мостом пешеходы мне лежать здесь как едешь нормально на объять этот мы решили туда не ехать в там дальше могут быть намного больше людей гулять а там еще собаки там за мостом которые могут быть равнодушными к велосипеда могут быть неравнодушными море слышите я вот не его вижу в принципе вам на не видно на это камень ничего нормально ей человеку третий раз она вот один раз там дома в подмосковье 2 раз здесь она прокатилась сейчас вот 3 есть на том велосипеде больше понравилось это соседский велосипед он без регулировки скоростей но он не то чтобы комфортнее он как-то более предсказуемый что ли вот мне на моем комфортнее а кроме сиденья сиденья там хорошие такое большое сиденье я думал поменять себе тоже 120 лет стоит новое сидение поставить продается в этом дикатлоне и пока не решил хочу ли я новое сиденье или нет пока я хочу только крылья крылья заказали доставку обещали привезти и рай себе на тот велосипед заказал зеркало что-то еще а насос чтобы колеса качать если что что-то еще он там говорил вот мы себе заказали крылья для велосипеда пытались ему сказать что такое крылья у нас вообще не понял как это крылья велосипеда так же не бывает очень мы назвали как как он он нам назвал их щитки вот она правильно название этого этого дела здесь народ гуляет здесь они палочки ломают чтобы этот костер разжигать он них печурочка видите этом и они палочками этими разжигают свою свою печурку чтобы было тепло они тут сторожа или как охранники у караоке они сидят здесь вот море море нет она сейчас стала тише днем по мы сильнее было море более волнистая чем сейчас воля вон как уже гоняет хрен догонишь спортсменка комсомолка просто красивая девушка заговорилась в одном фильме держа лежа не отвлекайся это тени машина это может упасть если педали перестанешь крутить вот уже ведь уже не в судорогах руки трясутся уже удовольствие получают от езды так там самое главное в конце притормозить не забудь а то в кусты уедешь по прямой так и время у нас на часах 22 11 было написано на этом комплексе вот тут у нас в темноте какие-то непонятные белые квадраты это у нас это климатическая станция или как это погодная станция стоит вот здесь они здесь работают вероятно в автоматическом режиме какие-то бочки стоят там наверху антенны всякие и луна ярко светит так почему поехали в обратную сторону так чуть видно вам нет вот она велосипедистка ну и как твои впечатления от покатушек уже готова осваивать мотоцикл мопед нет нет ну там тоже два колеса явно весь на держать да а я видел в этом вода не велосипед у него сзади три колеса стоит то есть одну большой и два чуть поменьше ну как видите так вот этот большой такой же как у тебя один в один перед такой же зале три колеса вот строго ним пока проблема вот но мы еще научимся я очень на это надеюсь и и рай тоже потому что мы им отправили кусочек видео машины вот предыдущий кусочек где она от машины в сторону шуганулась он там ругался уже и на водители этих которые гоняют по набережной на машинах хотя вот нельзя этого делать и попросил вас быть а как там карифа ли будьте осторожными короче в общем покатаемся на велике едешь такой прохладный ветерок обдувает долго мы скорее всего не укатаемся мы сейчас замерзнем пойдем домой хотя у дяденька сидит на лавочке читает телефончик спортсменка замахнулась уже на второй мост было но немножко проехали да уже по сторонам смотрит видите уже не только вперед а без рук ну-ка еще не научилась короче человек растет над собой новый велогонщик появляется нашей семье а у нас всего два велосипеда чего делать будем ладно разберемся надо багажник на этот велосипед ставить и вчетвером ездить уже вечер уже все последние гулены разошлись по домам поздний вечер сейчас 11 часов вечера мы сейчас вот к мостику подъезжаем как так называемый первый мост когда мы ходим гулять а но как хочешь решила с разгона взять мост хорошо ограждение поставить а потом сейчас в реку ладно все последние уже это самое люди по домам расходятся здесь вот гляденький доигрывает свою любимую игру пиво стоит никто не пьет 18 градусов сейчас был на термомете вот на этом у гене аж 3 и у меня в телефоне тоже показываю сейчас я смотрел плюс 18 у нас на улице время 11 часов вечера подышали свежим морским воздухом соли пойдем пока еще не крепко спать я еще пойду немножко поработаю вот дети должны дрыхнуть мы их уходили поручили лечь спать они стараются выполнять такие поручения наши ладно всем доброй ночи до новых встреч как говорится ждут великие дела ну что мы накатались мы молодцы я почти ни разу не упала пару раз на бы только заваливалась но много подставляла велосипед не высокий мне вообще честно говоря не комфортно что когда я пытаюсь сесть ноги не достают земли немножко из-за этого некомфортно вот и поэтому когда приходится экстренно тормозить то пытаюсь завалиться на бок но всегда во время ногу подставляла поэтому ни разу не упала так что мы молодцы алексей меня хорошо обучал поддерживал я хорошая ученица алексей хороший учитель на есть of course был сухом все дверь закрываем она была прикрыта черного сухого вы короче нам привезли крылья к мишиному я ну к тому же что что мы покупали мы заказывали через этот с декатлона приехали крылья крепление к нибудь я нечаянно оторвался с его вот мы с мишей поехали на рынок тут варпач боксиш на велосипедах вдвоем олег придет сейчас заберет его уже вон лифт к нему приехал сейчас он уже за ним спустится тут обычно такие вещи лежат не трогают будем надеяться что все будет хорошо поехали миша на набережную выехали народу немного машин нету велосипедистов тоже немножко там у всех тетеньки турецкие плясали веселились молодцы любят они просто без всякого алкоголя без всяких других стимуляторов кроме чая начинает оттопыриваться это дяденька кстати в одежде идет он скорее всего подводным плаванием занимался его этот термо термо как это называется не белье специальный термо костюм для таких случаев гидрокостюмы называются гидрокостюм называется я вспомнил они тоже облегающие но вот этих тепло даже в холодной воде в этом гидрокостюме в вашем разгарде прохладно вот загорают тоже стоят молодежь она мы едем на рынок на наш пас покажешь там есть интересный какой здесь спланировано видите стоят мешки землей здесь подготовлено видимо под посадку здесь до этого росли баклажаны я видел далеке похоже как будто перец растет вот на те что чуть далеке зеленая это похоже на перец вот и ведь у них мешок мешки прям стоят в которые они потом высадят семена и будут опять ждать средней урожай там он теплица вон там мужчина ходит в теплице в красной майке вот они дома соседние большие вот домище большой прям рядом с ним и вон такие же горшки вон тоже стоят как с чем-то растущим уже мы сейчас переедем через трассу и там за трассой у нас рынок арпачь-бакшиш он будет левее для нас вон там вот если какое-то белое здание вот как слева а вот еще левее этого белого здания еще там он есть крыши вот туда нам надо попасть там находится этот рынок ага вот рынок детская площадка с рынком капуста растет видите прям шланг идет вдоль каждой капустной грядки и и когда надо палить никто не бегает с ведром лейка я просто нажимаю кнопку и весь игрок палит сразу а вот он рынок за этим домиком находится рынок арпачь-бакшиш правда мало-мало совсем людей но что делать посмотрим то что нам нужно купить вдруг есть вот такие мы сегодня на мукбанге снимали эти лапшички вот тавук а еще есть тавук джамбо вот это интересно вот эти пробовали мы нет 1 не понравилось совсем это то же самое только в таких в таком формате и все больше нет здесь лапши этого 101 мы дошли смешать да все лапши больше нету из нас кетчуп закончился купить бы большой какой-нибудь это вдруг пиццу соберемся кетчупа нет хотя мам мама у нас готовила на зиму кетчуп откроем его туда так лучше пойдем дальше вареньки 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 масло масло вот это масло 5-литровый мы покупали по 60 по моему 8 лир а в биме так ну похоже упаковка но только другое название 62 лиры стоило сейчас это стоит 82 лиры ничего себе во сколько подорожало печенки даже не знаю что еще какой-то шокоденс карамела шоколада интересно что такое шокоденс шокоданс прикольно какие-то зонтички стоят интересно вот эти дети любят корнетту сладости под это под мороженку и делал что есть еще такого кофе-мофе пойдем обравни не так нарисованы как такие красивые такие классные такие а когда открываешь их они каждый еще в отдельно пакетики и у них из-за этого с одной стороны они не не сохнут они хранятся лучше с одной стороны с другой стороны у них как-то вот этот диссонанс происходит внешний вид от и ожидал одно увидите в итоге получил другое из-за этого я например постоянно этому на это он такая сейчас я вот тут посмотрю что здесь интересного есть у собственного такого и бывать какие-то появляются интересные вещи но пока что ничего такого сейчас какой-то вот наборчик две чашки два блюдца сколько стоит неизвестно вот вот на проблем вот такие чашечки у нас только у нас черные внутри разного цвета а здесь они ведь стали снаружи разного цвета делать внутри белые вот видишь на полке а вот еда периодис точно точно надо мы ходили в этот плана все будем знать что и здесь тоже подается эти вот такую бутылку купил сейчас за трехлитровые все я думал что то сидеть я купил литровую купил такую бутылку она стоила 18 лет кстати миша здесь есть детская зубная паста будем покупать детскую зубную пасту будем покупать бегу разросла нравится территорию лану и большой да пацаны поехали не перед доган С Мишей опять выехали на набережную, чтобы было безопаснее ехать домой. В принципе, прям теплючий воздух такой, прям хоть иди купайся. Может, пойдем плавки оденем на море, Михаил? Прям теплый воздух, прям обалденно. Классно. Почему проклада есть? Ну, теперь проклада не будет, знаешь, когда? В мае, так говорят местные жители, те, кто здесь бывал. У меня такой вопрос, почему в мае иногда бывает теплее еще лето? А потому что в мае еще есть такой период, когда дуб цветет. Вот в эти периоды бывает холода. А что, дуб в мае цветет? Да. Вот люди идут с пляжа, ноги моют. Сегодня классно. Я сейчас беру себе этот... Терстурки пусть кофе себе заваливаются, а я себе докауты варю. Понятно. Ну или в канал ставить лайк. Понятно. Понятно. Кафешка это закрыто и ресторан он называется на зимний период. Мы тут обычно гуляем по вечерам или по утрам в этих местах. Сейчас вот днем вышли. Редко, когда здесь бываем в это время. Вот это все вот стоит, по вечерам здесь торговля начинается. А вот это накрытое, вот как чем-то какой-то пленкой, там товар под ним лежит. То есть они частично товар даже не убирают. То, что не продали, накрывают этим и уходят до следующего там вечера. Вот. Поливают вон, видите, тоже. Чтобы зелень росла, полив идет. Не надо освежаться. Ты прям так запарился, то, что говорил, что тебе не так жарко. Да? То, что говорил, что тебе не так жарко. А теперь прям пойдем освежиться. Наливайка. Наливайка, да. Наливайка. Вот тоже торговля уже идет. Вот один зонтик стоит, за ним второй, третий. Тут вот три палатки их назовем или как это. Мы уже проходили мимо них. И на орехи продает, а остальные – овощи. Купается кто-то в море, голова торчит. Кто-то чихает, глядя на него. Вон он купается, дяденька. А мы домой поедем. Наша мама собралась рецепт снимать, ждет нас. А мы катаем сюда-сюда. О, и здесь тоже кто-то купается. Вон плывет. Нет. Я не хочу купаться в море. Да? Мы в море едем. В море не хватает. Оно же в воде, собственно говоря, не холодно. Холодно, когда будешь выходить, да, с воды? Да. Там вон плывет какой-то человек. Мы тут встречали одного в гидрокостюме. Возможно, это он, возможно, нет. Он плывет под водой. Видишь, иногда немножко покажется над водой, и опять как-то... Даже не снять, кто это, что это. Ой, что-то я слишком крупно сделал. Море сегодня такое классное. Сейчас, кстати, так тепло стало на улице. Обалденно. Поехали, Миша. Нас уже долго, наверное, ждут. Мы уже сейчас час катаемся примерно.